Больше как три тысячи человек. Миновата такая колькость переселенцев из Луганской и Донецкой областей Украины уже звернулася за допомогой Угомельскую областную организацию Белорусского товариства «Червоного крыша». Отденье, продукты харчевания, леки. Переезд у Беларусь для шматкаго оказался вельми непростым. Часто праздникальки межев, а тому забирали только самое необходное. А либо дай самая значная проблема – процолодкование. И справа не только у отсутности свободных просонных местцев. Как объяснила мне заведующая садика, куда мой ходит сын, она говорит, что потом не хотят работодатели сталкиваться с какой-то отчетностью специальной для нас. Как она на моего сына, допустим, в садике, она отчитывается в миграционную службу, еще куда-то каждый месяц какие-то отчеты сдает. И, может быть, они не хотят с какой-то бумажной волокитой сталкиваться. В областной организации Белорусского товариства «Червоного крыша» погоджаются. Проблема працевладкования, саправды, иснуе. Але, коли объеднать намагание усіх затекавленных боков, вырешать ею махчима. С допомогой местовых уладов Надія Седькова отримала покой у интернате и уладковалася у одну з городских больниц, при чем проявила у гэтым уластную инициативу. Я на данный момент работаю в городской больнице, третьей в Белеце, в Новобелецком районе. Я позвонила в 109 справочную, спросила отдел кадров, мне дали отдел кадров больницы городской, и устроилась таким образом на работу. На початку этого года переселенцы з Луганской и Данинской областей отримали 2000 ваучеров на бесплатное набытье одзяння и продукты харчавання. Сегодня у Червонном Крыже рихтуются для выдачи новых сертификатов, при чем у первую чергу допомогут с тем, кто мает гэтым наибольшую значную потребу. Решено Международным комитетом и Федерацией тоже поддержано Красного Креста о том, что эта помощь крайне необходима для дальнейшего проживания переселенцев из Украины.